А как тогда черепахи живут по 120 лет? Объясни мне, Саша. Да очень просто. Ты просто не подумал. Без ипотеки, без кредитов и без налогов. А, в этом смысле. И прямо сейчас мы с вами поговорим о судебном процессе 70-летней давности. Не о том, почему выводы, сделанные тогда, актуальны до сих пор. Поможет нам в этом политический аналитик Павел Шепилин. Павел, доброе утро. Доброе утро. Пожалуйста. Здравствуйте. 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 Доброе утро. Павел, приветствую. Доброе утро. Летом 1949 года в Хабаровске прошел судебный процесс над военными преступниками, которые в свое время были служащими в особом подразделении японской императорской армии, отряд 731. И смогли каким-то образом избежать наказания, потому что в американских секретных циркулярах значилось, что они не должны ни в коем случае подпасть под действие правосудия. Японские спецслужбы и те, кто служил в отряде 731, сделали все, чтобы не оставить доказательств и свидетелей своих преступлений. Но в советский плен все же попали несколько японцев, которые рассказали, как для секретной лаборатории в Китае и Корее ежегодно похищали по 500-600 человек, чтобы проверить на них действия бактерий, холода, ядов. Куратором чудовищных экспериментов был император Хирохита. Он взошел на трон в 1929 году и объявил свое правление эпохой просвещенного мира. Наука всегда была лучшим другом убийцы. Наука может убить тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч, миллионы людей за весьма короткий промежуток времени. Просветитель Хирохита по образованию был биологом. И с интересом читал отчеты о бесчеловечных опытах в Маджурии, поскольку был уверен, биологическое оружие поможет Японии завоевать весь мир. Советский Союз требовал выдать Хирохита и начальника его фабрики смерти, Сира Исии. Но наши союзники во Второй мировой войне американцы выступили против. Хотя речь идет не просто об идейном вдохновителе проекта бактериологической войны. Он сам лично принимал участие в операциях бесчеловечных по извлечению внутренних органов, подопытных пациентов. Зачастую эти операции проводились без наркоза. Сам лично вводил подопытным болезнетворные бактерии. Сам лично смотрел за развитием, как человек умирает. После войны японский доктор Смерц перебрался за океан и передал США все свои наработки в обмен на жизнь и смешную даже по тем временам сумму – 700 долларов. Ну вот эти человекоподобные, потому что просто язык не поворачивается назвать их людьми, так и не предстали перед судом. Как им удалось и почему избежать наказания? Как считаете? Дело в том, что мы и Запад, а Японию и я отношу туда же, мы по-разному относимся. То, что нам с вами кажется совершенно чудовищным, вообще не укладывающимся в какие-то рамки человеческие, просто в цивилизации, там вполне нормально. Понимаете, они ведь поразительно, но американцы в 19 веке всерьез обсуждали, у них дискуссия велась научная, негры, они звери или они люди. Они на полном серьезе это обсуждали. Вообще, как мне кажется, протестантская, ну и японская, конечно, этика, они здесь в данном случае совпадают. Да, она предполагает ведь равенство всех, но только этот человек должен быть белым протестантом, а остальные нет, остальные вообще не относятся. Вот вы сейчас очень правильно сказали, Павел, потому что, вот смотрите, действительно что-то совпадает, потому что для очень многих стран, неважно там на Западе или на Востоке, до сегодняшнего дня книга «Государь» Макеавеля остается настольной, и вот доказательства. На этой неделе в Вашингтоне с сожалением признали, что не смогли вывезти с севера Сирии, где идет турецкая спецоперация, около 50 особо ценных заключенных. Они содержатся в курдских тюрьмах и в неразберихе вполне смогут сбежать. Правда, президент Трамп заверил, что эвакуированы самые худшие. Скорее всего, речь идет о двух британцах, примкнувших к экстремистам. Они входили в ячейку Битлз, пытали и обезглавливали западных заложников. Два года назад примерно так же из сирийской провинции Дей-Раззор были вывезены главари ИГИЛ. Где они теперь и предстанут ли когда-нибудь перед судом, до сих пор не ясно. По поводу того, кто слушает подручными, вы считаете, что в тот момент, когда США террористы окажутся не нужны, они очутятся в Гуантанамо или их отпустят на все четыре стороны? Ну, скорее всего, они будут обязательно в тех местах, где их можно использовать. То есть вот, ну опять, это же опять вот эта бараль, которую мы не можем понять, да, вот почему это вообще, так сказать, происходит, как это, почему не существует каких-то табу нравственных, да, то есть вот, нет, вполне нормально. То есть это, ну как, они их тоже не считают людьми, в общем-то. Это же просто инструмент, да. Террористов, да? Да, террористов. Для достижения каких-то целей. Вот в чем дело. Поэтому у нас и возникает, вот мы не можем понять, когда вот переговоры, мне, честно говоря, даже удивительно бывает, когда наши дипломаты о чем-то договариваются, потому что нет точек соприкосновения. Вот в чем дело. Как можно настроиться, да, вот на какие-то такие вещи, ну как вот японцы там, они же, они что, изменились? Да нет, конечно. Ну, вы совершенно правы, потому что, если вспомнить, откуда взялась Евгения, кто ее разрабатывал, кто первые опыты по стерилизации человека проводил, да, то... Ну, давайте вернемся в Японию и к японскому доктору смерти Сиры Исии. Отряд 731 был размещен около деревни Пинфан в Манчжоу-Го. В городе смерти было 150 зданий. В него откомандировывали выпускников самых престижных японских университетов. Мы считали, что бревна не люди, что они даже ниже скотов. Все считали, что истребление бревен дело совершенно естественное. Бревнами становились похищенные японцами китайцы, корейцы, включая женщины, детей, а также советские военнопленные. На них испытывали эффективность различных штаммов болезней. К концу Второй мировой войны Иссий вывел чумную бактерию, в 60 раз превосходящую обычную по способности заражать человеческий организм. И вот этот вот персонаж, генерал-лейтенант, микробиолог, военный преступник, в 46-м году получил индульенцию от американцев, уехал в Америку, там прожил в кругу семьи и скончался дома в 59-м году. Как вы думаете, насколько цена была его информация, которую он передал американским специалистам? Ну, наверное, цена. Потому что, ну, естественно, если проводить опыты на живых людях, тут с лабораторными крысами проблемы возникают, ну, как-то, ну, жалко, а здесь-то люди. Ну, опять же, понимаете, мы вот этому удивляемся, а там до 70-х годов, там, вспомните, в Тоскиге, там проводились опыты над живыми людьми по изучению сифилиса. И они прекращены бы, это Алабама, они были прекращены, эти опыты, только потому, что об этом случайно стало известно. Людей заражали, они заражали жен, жён, они заражали детей собственных, там, врождённый сифилис у людей. Так это же, понимаете, только когда стало известно, тут, значит, возникли какие-то, ну, что-то там о совести какое-то вспомнение. А на самом-то деле ведь до этого, они же эти люди ходили по этой самой Алабаме, вот эти доктора, в точности так же, они общались друг с другом, с какими-то горожанами, куда-то ездили отдыхать, они находились среди людей. Для них это абсолютно нормально. И мы должны это учитывать. Но я не могу верить в искренность любования Сакурой. Вот честное слово, или сада камней там в Киото, то есть, или написание Хокку. Это, конечно, очень красиво всё звучит, но суть там остаётся совершенно иной. Она искажённа, она античеловечна. Это называется утончённая жестокость, Павел. Но я хотел бы всё-таки вернуться к правителям, потому что получается, что дело таких действительно персонажей, как правильно сказал Александр, как тот же самый доктор Менгеле, или вот этот самый Иси, живёт. В 1972 году была принята Конвенция о запрещении биологического оружия. Её участниками являются 163 государства, в том числе и США. Однако Вашингтон отказался ратифицировать дополнительный протокол 2001 года, в котором говорится о механизмах контроля. А значит, невозможно выяснить, чем занимается, например, расположенная в Грузии лаборатория Лугара. Скандал вокруг неё разгорелся год назад. В лаборатории могли проводиться летальные эксперименты над жителями Грузии. Почему в лаборатории находится патент на системы доставки заражённых комаров? По данным агентства «Спутник», центр Лугара в Грузии лишь один элемент обширной военно-биологической программы США на постсоветском пространстве. Пентагон изучает влияние новых и мутировавших вирусов в Армении, Азербайджане, Грузии, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Таджикистане, Молдавии, на Украине. Ну вот, неужели так сложно понять, что биологическое оружие это, собственно, палка о двух концах и что вирус не знает границ? Как считаете? Знает. Знает. Они ведь рядом с собой не организуют эти лаборатории. Они же организуют вокруг нас. Это очень далеко от Америки. Поэтому, если там какие-то грузины или украинцы или молдаване при использовании этого оружия заразятся, то какая разница? Ничего страшного в этом нет. Там полный цинизм. Вообще, мы просто, я говорю еще раз, мы должны понять, что то, что нам кажется ужасным, для них это нормально, это норма. И мы должны это учитывать, конечно. Это другие люди. Ну, да, это абсолютно... Мы не совпадаем. Я даже не знаю, как это назвать. Кто это за цель? Какие цели они преследуют? Да там, понимаете, какая цель? Это просто античеловечность. То есть, вот как можно сказать, какая цель при изучении на живых людях, да, вот, ну, цель, да, наука, можно, конечно, так сказать. Только ли? А? Только ли наука? Да нет. Ну, что касается японцев или изучения сифильс, наверное, они преследовали цель, конечно, наука. Они не пытались есть более дешевые способы уничтожения людей. Но дело в том, что когда сбит вот этот нравственный ориентир, то мы не знаем, как с ним иметь дело. Да, абсолютно верно. Вот в чем дело. Нет никакой гарантии, что они нас поймут, И точек соприкосновения, фактически. Практически они отсутствуют. Ну, и как мы теперь будем? Естественно, мы должны каким-то образом профилактировать эти вещи. То есть мы должны себя защитить, потому что они абсолютные циники, рука у них не дрогнет. Мы должны просто это знать. Мы должны это знать, мы должны себя защищать, но и нужно не забывать о том, что биологическое, да, бактериологическое оружие это опасно в первую очередь для всего мира, для всей нашей планеты. Спасибо большое. О том, почему в современной политике в ходу методы почти столетней давности мы говорили с политическим аналитиком Павлом Шепилиным. Ну, а на этом мы с вами прощаемся. Это была программа «Сегодня утром». До встречи завтра утром.